авторам из других стран и вовсе предвзято. То, что не говорит по-английски и не входит хотя бы в ареал культурного влияния англосаксонского мира, это всё. Там живут люди с пёсими головами, корабли падают отвесно, потому что это край света, там ничего нет. Как и Нобелевские, Букеровские произведения сразу возводятся в ранг качественных. Обычно такая литература интересует тех, кто готов вчитываться и анализировать. Зачастую такие книги вообще выделяются в отдельные серии, имеют отдельное оформление. Тем самым мы даём нашему читателю уже понимание того, что это очень серьёзная литература, она выходит в премиум-классе. Писатели-кандидаты на Букеровскую премию прекрасно понимают, что победа или просто выход в финал обеспечивают не только признание коллег, но и коммерческий успех. Лидерство по числу попаданий в шорт-лист принадлежит британской писательнице Айрис Мёрдок. Её романы шесть раз становились финалистами Букеровской премии. Дважды достичь успеха удалось лишь двум участникам – Джону Кудзие и Питеру Керри. Россияне Букеровскую премию не получали и даже не номинировались. Марина Кварацхеля, Верника Галайда, LifeNews. Впервые в России. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина провезли часть фотографий из коллекции Лолы Горида. Выставка называется «В потоке времени». Посетители смогут увидеть лучшие портретные снимки 20 века и даже автохромы – редкие образцы первой цветной фотографии. Наш корреспондент Алена Пивкина уже оценила уникальные кадры. Портреты – как летопись. Испанский коллекционер Лола Горида уверяет, по фотографиям людей можно проследить историю развития общества. В её собрании 700 снимков. Из них Лола привезла на московскую выставку 84 лучших – работы европейских, американских и российских авторов 20 века. Выставка условно поделена на несколько секций – лица, маски, движения и эмоции. Например, автор этой работы, Лизет Модел, говорила, что главное в фотографиях – это экспрессия. И своих учеников нередко доводила до слёз колким замечаниям. В ваших работах эмоций недостаточно. На всех фото – человек. Через мимику, жесты и позы художники – именно так здесь называют авторов работ – раскрывают сущность людей. И всё же главный герой выставки – время, которое меняет культуру, моду, ценности общества и место человека в мире. Главным героем становится не человек, он становится тенью, он становится просто каким-то смазанным, почти абстрактным объектом, который просто расшифровывает идею движения, вот этого ритма, этого быстрого, сменяющегося ритма городского. Портрет – любимый жанр Лолы Горида. Она давно изучает его развитие. Если раньше позволить себе такую роскошь могли только знатные персоны, то сейчас автопортрет...